То ту зажмёт, то другой зажмёт. Что это такое? Почему на него нет никаких управ? Крики, визги, маты сыпят. Женщинам родной ехать в лифту никак нельзя. Да и ходить тоже опасно. Жильцы дома на улице Солнечной от Сосновоборски запуганы своим соседом, который буквально не даёт никому прохода. 36-летний Александр Грицик, послам жителей, неоднократно бил и зажимал своих соседок. Люди много раз обращались в полицию, но изолировать мужчину не удавалось. Одну женщину ударил, вторую ударил. Каждый день практически мы вызываем полицию. Среди ночи, среди бела дня. Он бьёт, ходит двери. Вот у меня мама стоит ей почти 90 лет. Он каждый день вымогает, ходит деньги у неё. У меня жена дома была одна. Он зашёл в трусах, говорит, соседка, дай 20 рублей. Ты же моя соседка. Я начал домогаться к ней, пока сын вышел, он его из дверей выткнул. Он возле моей двери сжёг костёр. Я вот считаю, как сосед его, и как его уже так нормально знаю, что он опасен просто для общества. По словам жителей, мужчину неоднократно видели пьяным. Бывало, он даже ходил обнажённым по подъезду. Поджигает звонки, портит стены, двери и пожарные ящики. И не в силах больше такое терпеть. Соседи за собственный счёт установили видеокамеру, чтобы хоть как-то зафиксировать порчу имущества. Но засняла камера материал для уголовного дела. На записи видно, как к мужчине приходит девушка, его 17-летняя соседка. Он совершил изнасилование девочки несовершеннолетней. С первых рук получили информацию о том, что с ней произошло такое несчастье. Она, так как живёт без родителей, она вот к соседям побежала с плачем, и мы её успокаивали с валерьянкой, как могли. Девушка поселилась в доме недавно и жила совсем одна. Кроме того, она страдает психическим заболеванием, почти не может говорить. Грицик вину отрицал, поэтому показаний девушке было недостаточно для возбуждения уголовного дела. Следователи ждали результатов биологической экспертизы. Сегодня они появились, и оперативники задержали Грицика. В ходе расследования уголовного дела подозреваемому будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет его вменяемости. Также в рамках расследования уголовного дела будут проверены все доводы, которые на данный момент выдвигают граждане, проживающие с подозреваемым в одном подъезде. Сейчас мужчина задержан на двое суток. Следствие намерено выйти в суд, чтобы заключить Грицико под стражу. Если мужчина действительно виновен, то ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Маргарита Дюбанова, Николай Чистяков. Новости ТВК.